ну что съездили мы в нашу ветклинику заезжали кошечки купить противо это глистогонная потому что у нас подошел до срок ставить укольчики против бешенства и там какой-то комплексная у нас прививка перед этим конечно всегда на глистогонии ходил саша говорит что увидел ветеринара ветеринар сегодня к этого растерянности она напугана просто вот этим псевдозащитниками они вчера ребят пришли и получается с ней потребовали расписать и все что мы делали с псом то есть напугали этим самым то есть представлять этот псевдозащитники мало что что у них был не получилось из-за участкового который был общение на своем участке так потому что это знакомые их участковые сейчас мы написали заявление получается в уэсб с ним будут разбираться потому что вчера я разговаривал с руководством ему не мог этот участковый там находиться это раз на чужом участке на чужом участке и тем более в двенадцатом часу ночи нас беспокоить по этому вопросу причем у него не было заявление от них они сидели у него в личной машине помимо этого даже телефон свой там оставлял это у нас в принципе есть мы записывали разговор с ним это все мы предоставим значит второй вопрос ребята давайте определимся так мы вам сейчас расскажем что мы хотим делать обзор мы уже переговорили с рядом крупных блогеров которые нам в этом помогут мы хотим довести до властей что эту отрасль надо регулировать сейчас объясню в дальнейшем почему есть такое понятие передержка передержка это я наверно можно расскажу и марина меня дополнит чтобы не переводить другого передержка это один из вид мошенничества который перешел с улиц наверное кто помнит 90-е годы начала 2000-х везде по городу раньше сидели мальчики ребята также взрослые съели с кошечками и собачками переломлены ножками и просили денежки на лечение этих животных вот эти животные они заканчивали в жизнь свою очень плохо заканчивали скорее всего где-то их либо мочили потому что когда они уже не могли были котят и когда они уже вырастали на неужели уже мало дает денег поэтому этот вид мошенничество перешел сейчас как раз в контакты в одноклассники и тому подобное и там вымораживаться людей принципе до талого то есть там вот мы кошечку привезли отсюда давайте поможем ей кушать такой корм как бы давайте сделаем операцию давайте мы им сломаем лапку потом ее починим то есть и вот это в принципе ребят вы не помогаете когда пересчитать такие денежки вот марина надо этого тоже не знала она пересчитала деньги они еще и показывают вот эти якобы проделаны и проведенные как бы процедуры с каким-то там штампом с каким-то с какой-то подписью но вот не столкнулись вот пока они взяли собаку не столкнулись то есть возвращаясь к этому щенку до собаки к этой когда они приходили не сказали никаких документов нет вчера под видео появилось что они взяли выписку что они якобы и взяли из приюта хотя она нам прямо верю видно было что она говорит я ее нашла я ее подобрала собака четыре года на передержке ребят за слов участкового до собака четыре года на передержке а вчера под видео это шайка лейка пишет уже что они сделали документы что собака была взята из приюта чтобы сказать что они ее собственники то есть я хочу сказать что вот эти документы которыми они якобы подтверждают проведенные операции расходования средств это все бумажка которую может написать я могу саши написать сейчас печати сделать без проблем написать иванов петров сидоров и сделать подпись без проблем поэтому проверить вы никогда не сможете маленько для этого кстати ребят верила на то же казино не призналась что она мне танчики деньги не давал да а сама перечисляла от пользуют как раз на я думаю 100 рублей от меня не убудет ну посчитать собачечку жалко или кошечку а если я перечислила саша перечислил друзья у нас перечислили это представляете какие нет ребят давайте так определимся есть официальная зарегистрированные получается приюты не против статусе за 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 них они потому что находятся под контролем у меня много знакомых кто туда перечисляет и там одежду привозят там тряпки само подобное но разделяйте вид мошенничество передержка с каким-то там кураторством которые там люди будут у вас потом вымогать и соответственно приюты это два раза который имеет кайта то есть приюты официальная второй вид мошенничество это именно как бы именно второй это вот 2 это вид мошенничество именно передержка то есть запомните раз навсегда когда видео увидит выйдет вы поразитесь как бы насколько эта отрасль богаток люди грибут просто бабки и лопатами и жируют на этих деньгах танцуя на костях животных и вы не в жизнь не перечислите никогда больше денежки вот таким псевдо а я еще раз повторюсь псевдо именно как бы зоозащитником тем более у нее в этой женщине да вот если была бы задача собаку пристроить за 4 года ребята можно было пристроить собаку хоть кому мы нашли добрых хозяев хороших хозяев которых мы сейчас контролируем они написали нам даже расписку что будут нам собаку там предоставлять для осмотра 3 10 что они собаку никогда не продадут никаких передержек пользовать не будут либо эту собаку мы заберем то есть все официально то есть есть официальная бумага то есть росписями и тому подобное эти же что делают то есть я ведь и боюсь сейчас рассказать большую часть обзора то есть в обзоре вы узнаете очень много интересно у нас есть люди которые нам рассказали очень много интересного нас будет подтверждено мы не сталкивались но в эту тему не влезли но раз коснулась лично нас то есть не трогай говно она не воняет и мы вспомнили что это тетку мы про нее такую информацию сольем ребят вы просто офигеть и мы вспомнили я когда ее увидела у себя на пороге в квартире я думаю где-то я ее видела потом саша мне показывает видео я бы сашей и где-то делает я ее тоже видел и мы сутки до вспоминали я вспомнил саша вспомнил я говорю точно это она это они до этого его ребят оставить негде вы увидите вы поразитесь что это было два года назад это было связано с животными но даже давайте мы решим как мы не будем ребят это мы расскажем это в обзоре обзор будет не тяжелый обзор будет а именно составлен с крупными блогерами он будет красивый красочный вид такой терят театральный вот так скажем то есть я уже страшил она мне разрешила все как бы действую саша саша только за вот ребята этот участковый уже сказали был скорее всего их незнакомые единственное что к ветеринару они ходили одни ли с участковым я сомневаюсь что ветеринар бы просто им давал объяснение вы должны понять что эта собака для них средства для заработка и они его лишили сейчас понятно у них там желчь перла просто они потеряли бабки то есть если бы они хотели его пристроить они бы уже успокоились что мы ее взяли ребята мы вам расскажем как никогда не берите собачек вот тогда знаете вот вам там объявление размещаем типа вот отойдем собачку там ну 3000 оставить их хорошо но вы потом собачку не выкидывайте не ведитесь ребята потом мы расскажем что вы офигеть и почему собачка приходит домой начинает вам там писать какать везде быть и тому подобное и потом эту собачку отдаете и эта собачка снова попадает на уроки вы охренеете от этого вида мошенничества про кошечек и тому подобное как их якобы там отмывают на самом деле ребят это судьбе этих животных хотите помочь бездомному животному социальные приюты помогайте ребят не власти никогда вот эти вы вот вы должны понять не поддерживаете вы этот частный бизнес который построен физическим лицом хотите помочь хотите взять животное вы или берите с улицы не воспитывайте до берите или берите с приюта уйти там действительно там вот действительно собака кошка проглистогоненная либо же ветеринаром проверен а здесь вы не возьмете кота в мешке у них либо ребята пробуйте так что если собака вот действительно вы взяли вам говорили одно на самом деле другое и они говорят верните нам собаку там да но вы уже заплатили денег чтобы прекратить бизнес эти этим людям вы просто собаку отправляйте в деревню деревнях обычно породистые собаки берут на ура сразу скажу деревне возьмут ее будет воспитывать кормите она будет там пристроена но в деревнях нет такой проблемы что собака накакала в квартире потому собака будешь в 123 на улице квартире нет таких проблем что по собака будет быть в квартире там допустим хотя там собаке кстати сказать выть в квартире до рассказывает 먼저 давай , а второй обзора ребята выдавалифигаете просто честно говоря поэтому давайте мы не будем сильно затягивать мы им просто говорим ребят если вы поддерживаете вот таких вот мошенников которые потом желчу выливаются, когда про них начинает выливаться правда, да, они начинают с желчью блювать вот прямо в интернете. Если вы будете закидывать их денежками, якобы пытаясь помочь, запомните раз на следа, вы помогаете убийству домашних животных, на самом деле. Причем убийству не как бы гуманному, когда просто взяли, усыпили как бы и забыли, да, то есть животное не мучилось, а вы просто медленно, плавномерно как бы это животное заставляете мучиться. То есть вот этого, чтобы не было, вы не вздумайте перечислять. Вы тратите, во-первых, свои деньги, которые вы честно заработали, принесли как бы домой. И вы не помогаете животным. Вы помогаете людям зарабатывать. Людям зарабатывают бабло, и бабло такое, что вы охереете. Причем это такие бизнесмены, которые, ну, ничем не скупятся. Не скупятся, как правильно сказать, не брезгают. Вот так вот, ребята. Ребята, собачка себя чувствует хорошо. Она нашла себе такого же друга, то есть он бегает веселый, с ним выгуливают там по 4, по 5, по 6 даже раз получается. в день. Сегодня его прогуляли полчаса 4 на момент обеда. Сейчас, скорее всего, будет еще раз, два, три с ним гулять. Не отписываются, поэтому... То есть новые владельцы нам посылают фотографии. Дети довольны, дети с ним играют. Он нашел хорошую, добрую семью. И мы на 100% уверены, что эта собака не попадет к этим мошенникам. Город Перм миллионник, а область у нас еще и больше. Так что, ребята, за собакой будут следить. Не переживайте, собачка в очень хороших местах. И мы это видео разместим в нашей группе, получается, где изначально собачку просили найти. Потому что многие ребята нас знают, у нас там есть соседи. Не ведитесь на комментарии тех, что там мы забрали какую-то чужую собаку. Юридической стороны собака никому не принадлежала. И я уже прокурснициировался с хорошим юристом, который считается лучшим юристом при Каме. Это у меня друг. Ну, кто смотрит нас давно, они знаем, мы про него рассказывали. Он сказал, что это все бред. И мы, соответственно, посмеемся на их потугами и с удовольствием вам расскажем, как это все будет происходить. Какими там они будут нечестными пытаться способами как-то давить, но в итоге сами проиграют. И в итоге, Марина правильно сегодня сказала, они ходили, видимо, к ветеринару, чтобы узнать, сколько они нам денег должны за собаку. Ну, я больше не знаю, зачем ходить к ветеринару. Они напугали просто эту женщину. Женщина действительно хорошая. Ребята, вот эта ветеринарная клиника, к которой мы ходим, конечно, растерялась. Но с другой стороны, к ней привели собаку, мы ведь привели ее. По ценникам у нее, кстати, ребят, дешевле намного чем. Она не зарабатывает, она любит свою профессию. Поэтому мы к ней ходим и водим своих животных. Наши родственники, кстати, водят. И из других районов к ней ездят. А эти вот, не знаю, как их называть, пришли на поболею. Я все высказался. Ну, все, я тоже добавить нечего. Я надеюсь, что все-таки эта тема скоро закроется. Они успокоятся, они уже должны понять, что они собаку не вернут. Конечно, им обидно, у них говно кипит, у них желчки. А сейчас таки будет двое не больше кипеть, когда про них мы все расскажем и покажем, потому что это получается их заработок, и они, получается, будут его терять. Ну, как вы считаете? То есть много-много лет люди зарабатывали, пришли с улицы, как бы в интернет, да, и у них все процветает, деньги. Это лавэ крутится, там, как сказать, движуха мутится, лавэ крутится, да. А тут херак, пришли какие-то два человека и начинают им палки в колеса пихать. То есть, ну, поймите, что сейчас уже вот вы нас будете смотреть, вот эти чудики, которые вот эту отрасль там частично одержат. Ну, не мы первые начали. Мы вообще хотели помочь просто собаке, чтобы она обрела дом, чтобы... Сейчас не только мы от нее будем этим заниматься. То есть, вы сейчас такой, как бы, эффект обратно схватите за счет своего вот этого мошенничества. Ну, с одной стороны, я считаю, что мы сделаем добро. Ну, таких людей надо выводить на чистую воду. Да, я считаю, что мы чем-то... Мы не сидим просто так. Вот не просто так не сидим, мы это увидели. У нас раньше это не касалось. Как-то кошка у нас была... Своя? Да, куплена. Мы ее покупали за деньги. Но животных жалко, ребят. Здесь мы решили сделать доброе дело, дать собаке возможность пожить в хороших условиях. Мы хотели нового члена семьи. Мы его взяли, мы его отмыли, мы его пролечили, проглистогонили. То есть, в принципе, мы ему уже купили корм, мы готовы были его оставить. И жил бы он счастлив, ребят, на самом деле. Но нервы и вот это вот продолжение, да, это как бы себе дороже, в принципе. Ну, самое-то главное, ребят, вы не понимаете, почему мы собаки нашли других хозяев. Эти же чудики, они же будут, как сказать, они будут ходить рядышком. Они не будут нам надоедать, вот лично нам. Почему? Потому что с юридической точки зрения у них ничего не получится. И они собаку не забрали бы у нас. Но тем самым, что у меня дочка бы пошла, и эти там чудики где-нибудь рядышком сидели на площадке, собака бы скулила потом по моче. То есть, собака бы разрывалась. Она не то, что их любит. Вы поймите, у нее как бы нет желания к ней убежать, но есть инстинкт. Это собака, это животное. И когда женщина вот эта, которая там псевдозащитник, там, которой мы залезли в отрасль, пишет в комментариях, что я вдруг сказал, что мы собаку усыпем, если у нее вдруг будут признаки агрессии. Я вам объясню, ребят, что она сказала, если у сучки агрессия есть, ее надо усыплять. Нет, ребята. Она не так сказала. Она сказала, что теперь мы будем усыплять каждую сучку, у которой забирают щенят. Я говорю, тут речь была про конкретную собаку, которую мы взяли с улицы. И неизвестно. И Саша говорил, что если агрессия будет из-за ничего. Понятно, что если собаку запереть, прижать в угол и начинать ее дразнить, она будет оскаливаться и кусать. Вопрос шел именно об агрессии. Которая собаке уже, вы поймите, если бы мы собаку, допустим, взяли, условно, да, и у собаки произошла агрессия, мы эту собаку отдали другим людям, ее бы выкинули. Нельзя так. Нельзя мучить животного, которого и так уже ребята испытал. То есть, если у собаки есть агрессия, эта собака, к сожалению, не уживется ни в одной семье. Ни в одной. И любой вам профессиональный там ветеринар, либо же кто держит, мы сами держали на берманов, то есть профессионально держали. Я раньше занимался овчарками. Таких собак никто держать, тем более в семье не будет. А если в семье собака не будет, она не будет счастливой. Запомните раз навсегда. Так что, если собака агрессивная, в таких случаях собаку гуманным способом усыпляют. Вот и все. Это не говорилось о сучках, когда у них течки и тому подобное. То есть, там конкретно говорилось про конкретную собаку, которую вы взяли с улицы, которой вы не знаете абсолютно ничего, которой никогда не было. Желчь кипела. И теперь самое главное, у которой не было никогда даже обыкновенного ветеринарного паспорта. Она была невеста. Сейчас он появится в заднем часу. Сейчас он появится, но видите, собака-то уже, к сожалению, ребят, уже в других хороших руках. Мы обязательно в будущем покажем фотографии об этой собаке, что ее не просто выкинули, и что она где-то там, вот там, вот где-то, что мы выдумали и усыпили ее. Нет, ребята. Мы покажем фотографии, что-то, или даже видео покажем, по-польше, как говорим, пройдет хотя бы месяцок, да, там, два. И вот так вот периодически мы показываем, ну, ездить туда. Нас там ждут, приглашают, тем более, мне сказали, что я буду участвовать в жизни этой собаки. То есть, помогать каким-то способом там, и тому подобное. Когда вы про себя видео посмотрите, мне кажется, у вас такое днище пробьет, что эту правду, хрен вам кто-то копейки больше пришлет. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok